Так смешно читать американские газетки, которые наперегонки друг с другом кричат, что если контрнаступление Украины сорвется, то позиции действующего президента Америки резко пошатнутся. Это затруднит его выдвижение на второй срок, потому что республиканцы тогда отодвинут демократов. Это как детскую сказку прочитать. Позиции действующего президента пошатнутся. Вот беда, когда геополитическое прокураторство всей Америки на планете Земля не то что пошатнется, оно начнет сыпаться, как песок между пальцами. Поэтому управитель сделает все, чтобы Украина победила и вышла на свои границы 1991 года. И будет возмездие. И агрессор заплатит самую высокую цену за аннексию. Прокуратор заинтересован в этом не меньше самой Украины, а как бы не побольше. Главное твое геополитическое детище, прокуратор, которое ты пестовал и лелеял после Второй мировой войны, НАТО. Потому что НАТО – это военно-политическое образование не столько против Советов, которых уже и нет в живых-то, а есть только их осколок – Росфедерация. Сколько альянс, которым заправляешь ты, чтобы Европа и прежде всего Германия никогда не создала свои вооруженные силы. И с помощью именно этого военного и политического сапога ты контролируешь Европу, влезаешь во все скважины, проходы и щели европейских стран, чтобы они не затеяли что-нибудь самостоятельное. И вот на этом фоне не дать Украине возможность изгнать всех орков со своей земли средствами НАТО – это как придушить НАТО своими же руками. Кстати, это еще один довесок в сторону Трампа, почему на него объявлена невероятная охота и беспрецедентное уголовное преследование. Трамп поставил под сомнение целесообразность НАТО вообще для Америки. Дядька – сверхталантливый менеджер, коммерсант и предприниматель, сам себя сделавший, но абсолютно слабый в политике. Не знавший и не сразу понявший главные императивы Америки. Ему все его президентство, это как могли, разъясняли. Под конец он даже многое понял, вот только оказалось слишком поздно. Для него. Потому что уже вступил в силу первый и главный фактор недопущения Трампа до власти. Он усомнился в целесообразности сменяемости власти в Америке. А это святыня, равной которой в США вообще нет. Это Моисей со своим пятикнижием пророчески отдыхает. Это царевич Сидхартха, он же Гаутама, он же Будда Шакьямуни, пробужденный своим учением курит гашиш в сторонке. Сменяемость власти в Америке – это главный храм всех святых Америки, а Трамп слишком громко восхвалял и приветствовал пожизненный захват власти в Росфедерации. И слишком бурно приветствовал пожизненное узурпирование власти в Китае. Поэтому теперь его постараются близко не допустить даже к избирательному шатру пустыни Блэк-Рок в штате Невада. Хотя и с удовольствием сожгут его чубатое чучело в самом-самом его шлюшном красном галстуке на фестивале Burning Man в той же пустыне, но и дадут по яйцам так, чтобы даже на дюйм он не смог приблизиться к креслу управителя, не то что в него сесть. Хотя дядька и невероятно способный. Он не захотел играть в бинго с бабушками, а предпочел покер в казино с профессионалами. Хотя дядька и сверхталантливый, при нем все только богатели. Каждый студент, каждая домохозяйка, установив приложение себе в смартфоны, богатели на растущих биткоинах и других фондах. Но богатели при этом и не другие. И разбогателись так, что пришлось посадить в кресло прокуратора, уже себя не помнящего демократа, но системного, номенклатурного и самое главное способного на войну. А с Трампом вероятнее всего будет сделка. Сейчас он на нее ни в какую не соглашается, потому что есть шанс избраться в президенты. Половина Америки по-прежнему за него. А в президентах можешь сам себя и помиловать. Но обвинения настолько дикие в своей плотности, настолько чудовищные в своих сроках, что любой задумается, а если не выиграешь кресло управителя. Поэтому и давят на него беспредельно. Трамп опасен для Америки, для ее управления планетой. Так вот, не дать Украине изгнать орков со всей своей территории средствами НАТО, это как забить свое же детище ногами, вырвать ему руки с корнем, задушить подушкой и в довесок еще проломить голову ледорубом. В Берлине был шок, когда произошла аннексия Крыма. Потому что кто как не Германия лучше всех знает, чем заканчивается то, что начинается аншлюсом. А вот однако ж ничего серьезного и не последовало за этим аншлюсом. А некоторые европейские дельцы даже вдруг подумали, а что, так можно было? И еще один фактор того, что произойдет, если захлебнется контрнаступление Украины. Европа может усомниться в твоем авторитете управителя и начать смотреть в другую сторону. Европа сразу начнет договариваться с Китаем, что она уже делает Европа коммерсант высшей гильдии. Америка невероятно ловко оторвала Европу от энергетических грудей Росфедерации. Это глобальный успех Америки. Ликвидация северных потоков – это грандиозная операция. Но усиление Китая совсем не входит в планы Америки. США абсолютно точно выполняют свой один из главных императивов – расшатать и ослабить любую силу, набравшую мощь в восточном полушарии. А здесь, понимаешь, на энергии распух один ублюдок, что все берега просто попутал. И распухла Германия, а с ней и вся Европа. Америка с этим гениально разобралась. И вот сейчас Америке необходимо поднять авторитет и силу НАТО на такую высоту, чтобы ни одна страна в мире не усомнилась во всесильности и могуществе НАТО, а значит и самой Америке. Не дай бог, чтобы Европа задумалась о создании собственной армии, о чем уже проговорилась Германия. Мол, будет создавать свой беспрецедентный по величию Бундесвер. Тогда это будет катастрофа для США. Не хватало Америке, чтобы у нее под носом у Европы появилась возможность своего европейского силового влияния за свои интересы. Кстати, здесь до меня дошло, почему альянс, который предложила Британия, а это Британия, Польша, Украина, страны Балтии, был задвинут Америкой. А Борис, наш Джонсон, слетел со всех своих постов и даже с представной скамеечки британского парламента. Ведь мысль Британии была интересной – раздробить Евросоюз, воспользовавшись абсолютной разницей интересов Западной и Восточной Украины. США не дали? Казалось бы, это входит в сферу интересов Америки раздробить одного из своих генеральных соперников, одного из генеральных экономических конкурентов. Но тогда раздробится и НАТО. И это будет гигантское геополитическое поражение Америки. НАТО – это главнейшая и первостепенная задача США во внешней политике. И Америка готова терпеть эту экономическую глыбу под названием Соединенные Штаты Европы, а через НАТО осуществлять свой полный контроль за европейскими странами. Хотя разница интересов Западной Европы и Восточной – глобальная. Интересы западников совсем не в стороне Украины. Тогда как Восточная Европа – ох, как заинтересована в Украине. Победа Украины – это жизненное пространство Восточной Европы. А для Западной Европы – это зубная боль. Но кто же будет ссориться с Америкой? Кто будет ссориться с прокуратором планеты? Нашелся, правда, один выползень? Ну так на него уже удавка накинута. Медленная, но основательная удавка. Субтитры создавал DimaTorzok